Вот куда наносить надо аромат? Ведь по сути парфюмерия, в отличие от всех своих ароматических собратьев, парфюмерия это такое, знаете, лекарство для любви и красоты. С чем это связано? Почему так говорят? Потому что парфюмерия, она доносится только на кожу человека, согреваясь на ней, она становится ее частью. То есть парфюмерия это не жидкость во флаконе, нет? Парфюмерия это когда одна составляющая, это жидкость во флаконе, вторая составляющая ваша кожа, и когда происходит гармония. Или когда ключик открывает замочек и появляется новое ощущение счастья. Почему на одной и той же коже один и тот же аромат дает совершенно разное звучание? Да потому что мы с вами сгустки энергии, и мы с вами совершенно разные сгустки энергии. Я часто привожу, знаете, такой пример. Вот представьте себе, две подружки, одна условно красного цвета, а другая условно синего цвета. Просто в цветах удобнее, понятнее. И они взяли и купили аромат желтый. Одна нанесла, он маней, как это звучало? Оранжевый. Оранжевый. А на другой он стал зеленый. Аромат был один и тот же, друзья, маней. Понимаете, какая интересная вещь? Поэтому в процессе выбора очень важно не только знать, что за аромат в ваших руках, какой там живет образ, кому он подойдет, но как он будет звучать на коже. Потому что кожа имеет свою физиологию. Кожа – это такой же орган человеческий. У него есть свои базы, то есть кислотность. Там есть гормональный фон. Там есть микрофлора, которая живет на нашей коже. Она тоже играет свою роль. И в результате, еще очень важно, что мы едим, она имеет свой запах в коже. Это тоже очень важный момент. И когда все это накладывается, соединяется с ароматом, это превращается в совершенно разные принципиальные, может быть даже принципиально разные звучания. И вот что важно тут учитывать. Смотрите, когда мы с вами знакомимся только с ароматом, когда мы только знакомимся, мы наносим его на глотер. Ну, это такая тоненькая полоска бумаги. Она что имитирует? Она имитирует испарение аромата с кожей. Она должна быть очень полистая и плотная. Когда мы наносят, и он постепенно раскрывается, но то, что мы чувствуем и то, что мы видим, это не является истиной. Это, я бы сказала, фотография образа. Это фото. Ну, по фотографии можно, конечно, сделать какой-то вывод, да, о том, как будет звучать этот аромат. Но очень приблизительно. Очень приблизительно. Просто векторально можно понять. Там, там, цветочная флориентальная, допустим, там, цветочная пудра, свежно-фруктовая. Но, когда добавляется человеческая составляющая, это уже совершенно другой выбор. Поэтому, прослушив аромат на глотере, самым важным моментом, знакомым с ароматом, это звучание аромата на кожу. Важнейший элемент. Никогда это не игнорируйте. Потому что вы можете человеку показать, ему понравится. Он оденет это на кожу и скажет, аромат такой, сякой, не мазанный и не мытый. Каждая ваша неудача, каждое ваше непопадание в образ, это минус компании. Потому что, когда человек берет, наносит, ему все нравится, ему все равно, где это сделано, что это такое. А когда он берет флакон, начинает крутить и говорит, а это вообще теной, это теной. Это точно вы не попали. Потому что, вы посмотрите, вот если вы услышали красивый аромат, он на вашей коже светился, запереливался, заиграл с ими красками мира, вам все равно отхода его взяли. Вам хочется им обладать. Это большое ничего. А если что-то там не стыкуется, то же начинается выяснение отношений. Хотя вам совершенно нечего стесняться, потому что уровень наших ароматов высокий. Дело не в этом. Дело в подаче, и в подходе, и в понимании. Поэтому нанесение на кожу необходимо. Еще есть такая методика, я просто знаю, я общаюсь с сетевыми маркетингами, я знаю такой момент. Смачиваю плот, и неделю с ним уходит. Какой-то конвертик его задыхнул. Так вот и я тебе думаю. Для любителей конвертиков. Смотрите, дыхание аромата его жизни длится ровно столько, когда он выходит на свободу, соединяется с человеческой кожей, и они тихо раскрываются и уходят в непутие. Это вся его жизнь. Если вы из этой жизни вычленяете только остаточные какие-то моменты, человек не знает, какой он был в молодости. То есть вы возьмете из книжки, вырвали начало, остали пилог. Вот читается. Или смотрите, даже вот такая ситуация. Как смушать аромат? Обычно сразу ныряют и сразу делают вывод. Он, а, ну это понятно все. Вот если вы пришли в оперу, слушаете, допустим, опера Евгения Ники, вы сели, запасли шоколадками, но с тоской думаете, что такое кофе там в буфете. Сейчас там, наверное, народ никого нет. Вот. Началась вертюра. Евгения Никина. Там. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Да, с народным произведением. Пойду-ка ли я в буфет? А потом на следующий день вы приходите себе в офис и говорите, ой, ты знаешь, что я на Евгении Никина еду? Ну и как? Ну так, в среднем. Вы понимаете? Понимаете? Он ничего не услышал, но он сделал. Это ужасно, господа. Нужно прослушать все дыхание аромата. Нужно прослушать все, что там предложено. Причем самое интересное, хранится именно в сердечных нотах. Почему они называются сердечными? Потому что пока у человека стучит сердце, он жив. Пока звучат сердечные ноты, жив аромат. Потом это уже не жизнь. И когда вы показываете плоды с давно ушедшей девушкой, которая когда-то жила, это примерно то же самое. Валяется кучка одежды, и вы говорите, а-а-а, фокус, фокус. Угадайте, как выглядела девушка одетая в эту одежду. Ну, можно там кого-то хочет пририсовать, понимаете? То есть наша задача – знакомить с дыханием аромата в этом доме. Причем, когда человек знакомится с ароматом, ваша задача – его погружать. Погружать прекрасную атмосферу. Вы представьте себе. Значит, вот я, как парфюмер, создающий ароматы, я художник. Вы не создаете ароматы, но вы работаете с ними. То есть есть понятие художника, а есть галериста. Человек, который продает картины в своей галерее. Так вот, представьте себе, если в галерее вы отдали какому-то не очень опытному галеристу свои произведения, вы положили много экспрессий, какого-то, может быть, фантастического ощущения мира, а он видит точно так же, как видят всех окружающих. Вот у нас тут вот эта вот дичь, да, полки волокурцов, говорите, два синих цыпленка. Понимаете? То есть о чем идет речь? Вы... Это что вы хотите? А, я думаю, водка не осталась. Это не просто, а не... Значит, смотрите, вы... Я просто хочу отвечать, что мне уже надо. Я не пью водку. Знаешь, смотрите, когда вы говорите в ароматах, когда вы их чувствуете, вы должны, вы должны их чувствовать, так как их чувствует ножник. Понимаете? Вот если он написал дичь, вы должны видеть эту дичь, а не двух синих цыплян и полки волокурцов. Понимаете? Вот, поэтому, друзья мои, ваша задача точно так же понимать, что такое вертюры, что такое сердечные ноты, шлейфовые ноты, почему они так звучат, почему они так называются, почему я сейчас агитирую вас к образованию. Потому что сейчас, ну, благодаря моим уже стараниям, конечно, мне много приходится популяризировать эту профессию. Уже сейчас стали более грамотными людьми. Друзья мои, одно ваше неправильное слово, одно ваше кусь-версасе-гуренчу приведет к тому, что возникнет очень большое недоверие вообще к красным продукциям. Понимаете? Даже и бывает устаточнее. Я просто не все помню. А, плутоновый грунт. Плотеный гаист. Клянусь. Да мне рассказывали девочки-продавщицы. Поэтому, друзья мои, ваша речь, ваша подача, ваш бизнес-фейский интерфейс должен соответствовать самым лучшим образцам и стандартам. Так вот, если еще касаться звучания аромата, что такое сердечные ноты? Вы представляете, здесь средневековый город. Ну, там же не было СМИ, там не было интернета. И все новости узнавались именно на городских площадях. И вдруг прошел слух, что королева, сама королева, сегодня уедет с дворца почти своими ногами над самыми камнемостовой и надетется. И народ, конечно, собирается. Потому что что такое видение королевы? Это и модные тенденции, это и состояние казны. Если она одета в новые жемчуга, скорее всего будут новые налоги. Понимаете? То есть, там все взаимосвязано. Вот. И очень важно посмотреть, кто вот ее сегодня повалит. Ну, потешить. Удовольствие себе принести рассмотрением королевы. Вот. И, значит, появляются глашаты в дух с другами. Та-дам, та-дам, та-дам. И это, друзья мои, начальные ноты. Вот они трубят. Они могут быть одеты в цветах лага. Или могут быть одеты в чем угодно, эти глашаты. Но это начальные ноты. И королевы вы еще не видели. А то вы посмотрели, и потом вас спрашивают, ну, как это королевы? Да не знаю, какие-то пацаны в колготках вышли. Так, дальше. Потом появляется двор. Двор. Да, по нему можно сказать, какова королева будет. Но, в большей степени, это державность. А потом выходит церемоний месси, и говорит, и величество королевы Англии. И вот с этого момента начинается главное действие. Потому что пошла королева, пошел плавный аромат, сердечные ноты. И вот она идет, и все на нее смотрят, она милостиво кивает своим подчиненным, своим подданным. Все говорят, это шлейфовый мутер. И судить по шлейфам нотам о королеве, так же, как по начальным нотам, не пропит. По этому, друзья, мы обязательно в знакомстве с ароматом и своем, и вашим клиентом обязательно дождитесь с королевой. Обязательно. Потому что вся энергия творческая любого парфюмера заключается в чем? Найти аккорд сердечных нот, или главную мелодию, или лейтмотив. Это то, что является лицом данного аромата, то, что является характерным отличием от всего остального. Обязательно именно с этим нужно знакомить людей, для того, чтобы это было точно. Что еще важно, друзья мои? Каждый образ, который заключен, это обязательно человеческий образ. И когда сейчас в нишу в парфюмерии начинает предлагать аромат соляной звезды, или там дом в провансе, кто из вас будет носить дом в зиму или соляной звезды? Это бред. Внутри живет женщина и мужчина, который выглядит тем или иным образом. Если их образ вы к себе примеряете, и он вас украшает. Знаете, так делает лучше, выразительный, почетливый какие-то ваши черты, весельные, ноутные. Вы ему этому дыханию даете свою жизнь, частичку своей жизни, а он вам дарит красоту. Любой аромат он живой, друзья мои. Он живой, он благодарный, он пульсирует на вашей коже, и вы вместе рождаете новую, необыкновенную, безумно привлекательную красоту. Вот в чем заключается суть по-хранению. Не в том, чтобы, ой, хорошие кемотники, давайте-ка я его нанесу, господа. Слава Богу, у нас такой выбор, и раньше говорили, а как у них аромат, а у них французские, и другие. Ведь не важно, бренд, ничего не важно, потому что французский. Слава Богу, мы сейчас можем выбрать, и я посмотрела, у вас очень неплохо подобранная коллекция, причем, причем обратить ваше внимание, чтобы у вас не было неприятностей. Смотрите, это ароматы, сделанные в стиле самых известных брендеров. Это не те же самые, потому что они сделаны парфюмерами. Ну как, знаете, вы смотрите на показе костюма Шанель, это костюм Шанель, а потом появляются костюмы с этими же элементами. Это в стиле. И вот ваши ароматы сделаны в стиле самых популярных ароматов. Это позволяет, это позволяет делать их дешевле и доступнее. Хотя, для того, чтобы создать эти ароматы, для того, чтобы создать именно такое же звучание, используются те же самые вещества, которые в оригинале. Единственное, когда парфюмер создает, он туда вносит немножко своей личности. Поэтому, даже вот ароматы в стиле одних и тех же допустим, брендов, они у разных фильмов немножко отличаются, потому что парфюмеры вносят свою личность туда. Аккорд сердечный, мелодия, может очень быть похожий, но аранжировка, другая аранжировка. Когда вы начинаете говорить своим клиентам, что это то же самое, вы сразу себя представляете, потому что он начнет сравнивать. Он говорит, ой, не похоже, причем по начальным нотам. А ведь не это самое главное, сердце будет очень похоже, потому что стилистика, выкройка, та же самая. Но, вот этот момент, он сразу как бы подкашивает. А зачем должно быть похоже? Очень часто я сталкивалась, когда есть прообразы и есть то, что является агрессионными романами, а агрессионные романы часто бывают интереснее. Потому что это дальнейшее развитие темы. И это тоже очень важно. Это не должно вас смущать. Еще очень важный момент, смотрите, когда мы даем возможность людям прикоснуться к тем или иным прекрасным аккордам, похожим на тот тренд, на тот бренд, мы позволяем им, не затратив много денег, быть как бы в энергетическом том же пласте. Она может пойти и купить за пять, за шесть тысяч, она может купить за две тысячи, и на ее коже это будет энергетически то же самое звучать. Вот в чем привлекательность вашей работы, что вы можете делать красоту доступнее. Вы решаете тем самым образом. Вот, между прочим, вы знаете, парфюмерию выпускают практически все. Впервые в 1908 году Поль Буаре был такой известный дизайнер одежды, он впервые на своем показе, он каждый данный присутствующий преподнес флакончик духов и сказал, что этот аромат отражает сущность моей винишней коллекции. И получилась очень интересная вещь, что дамы, увлеченные этим ароматом, стали чаще приглядываться к его моделям. После этого, это с 1908 года, вошло в культуру пользования. В 21-м году как появился Шанель номер 5, это именно коллекции Габриэла Шанель попросила сделать аромат. А почему 5-й выбрел? Потому что 5-го мая был показан. И сейчас фирма, которая выпускает одежду, которая выпускает портфели, ручки, все что угодно. Каждый пускает парфюмер. Потому что это, смотрите, это возможность, у тебя нет возможности купить костюм у Габоса, ну, дорого, не все могут. Но ты можешь купить аромат в Габосе. И ты одеваешь костюм, может быть, более дешевый, но в сочетании с этим ароматом ты энергетически набираешь. очень-очень-очень мудрое решение, потому что дать каждому человеку возможность прикоснуться к лучшим образцам парфюмерного искусства. И вот в этом как раз заслуга вашего бизнеса. Потому что здесь можно сделать за счет универсальных флаконов решения, за счет многих-многих моментов сделать продукт дешевле, но не в ущерб дыхания, аромата. Понимаете, вот в чем большая опасность. Еще хочу сказать, что сетевой маркетинг, он зародился как раз в эпоху кризиса. И это вообще его время. Потому что он дает рабочие места, он дает возможность людям заниматься прекрасным делом, он дает возможность организателям этого процесса дальше разыграть свое дело. То есть сейчас для вас наступит очень хорошая тема, самой лучшей которой может быть, потому что именно в эпоху кризиса зарождаются самые продуктивные идеи и рождаются самые красивые образы. что я еще хотел вам сказать. Мы договорились с вами, что мы аромат наносим на кожу. Почему мы это еще делаем? И смотрите, в чем еще отличие парфюмерии от любого ароматизатора. Знаете, если мы с вами возьмем ароматизатор какой-нибудь воздуха, да, и попробуем нанести на кожу. Кто-нибудь пробовал? Я могу сказать, что он не будет звучать. Ну, это, например, знаете, то же самое, что если мы с вами возьмем, ну, допустим, или из кирпичей выложим платье. Смотрите, из кирпичей кто-нибудь платье из вас на север? Смешно даже, да? Из чего наши платьицы сделаны? Они сделаны из ткани, которые похожи на нашу кожу. Спасибо.